Всем привет, друзья! Вы смотрите видео на канале Андроидища Ревьюз. И сегодня мы посмотрим на обновленное приложение камеры для операционной системы Android. Компания Google решила обновлять небольшие приложения через магазин Google Play, чтобы мы могли быстро начать пользоваться новыми функциями, а не ждать выхода очередного обновления программного обеспечения. Google Камера получила совершенно новый дизайн-интерфейс, а также новые функции, о которых мы сейчас и поговорим. Итак, теперь основное меню доступно свайпом из левой части экрана. Также в меню добавился новый режим съемки с размытием. Он лучше всего подходит для портретной съемки или близко расположенных объектов. Для использования функции нам предлагают медленно поднять устройство, при этом сохраняя объект в центре. После того, как фото готово, вас перенаправляют в редактор, где вы сможете настроить интенсивность размытия заднего фона. Едем дальше. В правом нижнем углу расположилось второе меню с переключением камер, включением вспышки и режима HDR. Другим немаловажным нововведением является улучшение видоискателя, благодаря которому вам сразу будет виден конечный снимок. Автофокус также можно наводить вручную, путем нажатия на нужную область. Переход к последнему фото тоже сохранился и доступен, как и раньше, свайпом из правой части экрана. Установить приложение камера может каждый обладатель андроид-устройств, начиная с версии KitKat. Ну что же, давайте подведем итоги. Google идет правильным ходом. Во-первых, делает обновления приложений быстрыми и удобными для конечных пользователей. Ну а во-вторых, добавляет действительно нужные функции вроде размытия. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Стрерчук. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте, а также оставляйте свои мысли в комментариях под этим видео. Спасибо за просмотр. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok